Наша любимая хоккейная команда Югра пытается пробиться в финал высшей хоккейной лиги. Друзья, в студии руководитель пресс-службы хоккейного клуба Югра, комментатор всея Югры Петр Ермаков. Петь, привет. Добрый утро. Итак, ну что же, сегодня разговор будет достаточно серьезный. Пока без каких-то слов хваления команды, потому что 2-0 сыграли в Туле. Проиграли две игры. И вот она, домашняя серия, началась. 2-0 вели, третья игра и проиграли. Как такое случается? Не будем повторять слова нашего оператора. Ну, я думаю, здесь можно все равно обойтись двумя словами. Это хоккей. Так. И действительно, если бы подобных вещей, наверное, не случалось, то любой вид спорта, в том числе хоккей, не был бы, наверное, интересен. Да, так получилось. То есть, так получилось, где-то потеряли концентрацию, где-то удалились лишний раз. Не повезло с броском. Враталь пропустил, хотя до этого отыграл, ну, просто 55 минут идеального матча. И тут что-то... Да, пропустили раз. Получается, Тула заменила голкипера на шестого полевого игрока. Первый раз это им помогло в большинстве реализовать. Потом они подумали, а почему бы и нет. И у них получилось второй раз. Соответственно, уже моральная составляющая была на стороне гостей в этой третьей игре. И индивидуальная ошибка одного из наших игроков привела, собственно, к поражению. Ну, этим-то и прекрасен, собственно, хоккей, вот этими переломными моментами, если так отключиться от любви к нашей югорской команде. Да, если абстрагироваться от того, за какую команду мы переживаем, разумеется, с точки зрения драматургии и интереса, это был классный матч. Ну да, это был классный матч. Итак, вот четвертая игра. Трибуны были практически заполнены, огромное количество было людей. Я тоже был там, специально пришел посмотреть. Первый период, 22 секунда, и вот он гол. Вот он гол, наши молодцы. Ну, это точно 22 секунда. Ну да. 19.38 было на табло, когда счет поменялся на 1-0. Все, все получается. Ребята настроились, и тут 1-1. Такой же быстрый и у меня лично закралось сомнение, что все, все, наш финал уехал скоростным поездом Ханты-Мансийск-Тула. Ну, в данном случае, наверное, благо, что у нас пока из Ханты-Мансийска не идут поезда. Да, это точно. Вот, ну вот, наверное, сами можете видеть, вот этот ответный гол Тулы, разумеется, он тоже обескураживающий. И просто бросок, просто попадание сначала в один конек, потом в другой, потом в третий, и шайба в воротах. Но это вот эта комбинация рикошетов какая-то невероятная. Это к вопросу, а то так случается, так бывает. Вот какие-то такие нелепые, необычные, нестандартные голы залетают. И в плей-офф это особенно больно болельщикам, разумеется. Но, к чести югорской ледовой дружины, мы спокойно с этим справились, просто продолжили дальше играть в свою игру, реализовывать свои моменты. И у нас все получилось по две шайбы в каждый период. Ну вот смотри, в любом случае это, наверное, крутилось на подкорке и в сознании у многих. Так, что АКМ, ведя в серии 3-0, наверное, немножечко расслабился и хочет привести победу, да, и выход в свой финал. Наверное, хочет привести к себе втулу на родные трибуны, порадовать любимых болельщиков. Ну, и, так скажем, играл спустя рукава. Но игра показала обратное. Скандалы. Интриги. Да, и драки, и драки. Ну, то есть, огромное количество стычек наших с туляками показали, что, ну, на самом-то деле, им не все равно. Им не все равно проигрывать с таким счетом. Ну, да, разумеется. Я думаю, что вряд ли у кого-то может закрасться вот такое сомнение, что, а не хочет ли Тула выиграть дома? Потому что мы видели, как пытались спасти матч. Меняли галкипера на шестого полевого, также в большинстве пытаясь все-таки пробить югорское меньшинство, где югорчане очень здорово оборонялись. И я вот на такие домыслы некоторых болельщиков могу ответить только, а зачем? В чем смысл? Ну, да. Затягивать серию. Когда можно больше времени отдохнуть, тем более по старту этой полуфинальной серии, мы видим, что после 4-0, которые Тула провела со Сканевой, они имеют действительно хороший ход у них. Ни в коем случае они там не засиделись где-то дома, не перетренировались. В хорошей форме находятся и одержали три победы. Два матча, я скажу, были вот такие на равных. В одном они чуть-чуть больше доминировали и по делу победили, а в остальных же ситуациях, я так думаю, это такое подбрасывание монетки, повезло-не повезло, Орел и Решка. В данном случае повезло АКМ. Я просто не вижу ни одного смысла, кроме как привести болельщиков еще раз в арену. Я видел даже накал эмоций на тренерской скамейке, как они действительно были заряжены. То есть на нашей тренерской скамейке и на скамейке Туляков. Поэтому серия продолжается. Мы, как та лягушка из картинки мотивирующей, мы еще будем бороться, держа эту тульскую цаплю за шею, чтобы она нас не проглотила. Давай напомним в завершение беседы. Когда следующая игра, ну и соответственно, чтобы мы болели и смотрели. Сегодня, завтра вечером, 11 апреля в 21.00 начинается пятая игра серии. Будем надеяться, что она будет не последней и мы в Ханты-Мансийске еще вернем хоккей. И если это случится, то это будет 13 апреля. Поэтому внимательно смотрим прямую трансляцию, дорогие друзья. Потому что даже через телевизор, через ноутбук и через смартфон мы нужны своей команде. Вперед, Югра. Только Югра и только победа. Петь, всем игрокам огромный привет. Пожелание удачи от нашей программы. Тебе спасибо, что пришел. Доброго бодрута желаем тебе. Вам спасибо за приглашение. И спасибо всем югорчанам за поддержку. Сегодня вместе потопим. Да. С гостем прощаемся. Завтра уже зимой. Да. С гостем прощаемся. С вами живемся 2-2,5 хоккейных минут дождитесь. Продолжение следует.